всем привет это портал мой мод и дмитрий федотов сегодня у нас на тесте главная новинка и самая ожидаемая премьера нынешнего года баджаж доминар 400 кажется нет в россии человека который бы не ждал мотоцикл а вы знали да про баджаж доминар вы ждали его не ждали вот а вы ждали появление баджаж доминар на нашем рынке курлык и вот он наконец перед нами мы одни из первых кто его откатал мотоцикл собирается в индии как и все остальные баджажи на одном заводе с ктм более того на одной ветке конвейера они идут то пульсары то дюки и доминар собственно собирается там же у него тот же самый низ мотора но как и положено баджажу это у них уже стало фирменной фишкой в головке блока три свечи и тот же самый один цилиндр по мощности немножко меньше но мы сегодня его довезем все-таки до дина стенда и померяем сколько же там на самом деле заявляют порядка 35 лошадиных сил и 373 кубических сантиметра рабочего объема азиатских мотоциклов мы привыкли постоянно ждать какой-то нелепости каких-то адских наклеек неуместных и неприятных хромированных болтов блестящих накладок и лучшее что можно было получить до этого момента за 250 тысяч рублей это более-менее точную копию какого-нибудь японского мотоцикла старого баджаж абсолютно наше представление об этом перевернул потому что посмотрите насколько гармоничная раскраска никакой лишней графики насколько четкие выверенные линии и самое главное мотоцикл очень самобытный и довольно качественно сделан зазорчики ровный пластик приятный и друзья мои это прям действительно новый уровень для азиатов и индусы не перестают удивлять рама у доминара диагональная и на первый взгляд кажется что она алюминиевая но я взял маленький магнитик геокешерский и примагнитил его на раму как видите она стальная и стальной здесь маятник но мотоцикл тяжелым не ощущается не знаю на чем строили покатаемся посмотрим попробуем понять подвески на доминаре довольно простые спереди это обычная телескопическая вилка не перевернуты никаких регулировок но штоки довольно толстые и выглядит конструкция довольно увесится и жестко сзади моноамортизатор никаких регулировок кроме преднатяга пружины зато есть выносной резервуар и стальной повторюсь маятник посмотрим чуть чуть попозже как это все работает на ходу важно то что благодаря своей простоте мотоцикл идеально подходит для наших дорог и в каком-нибудь далеком уездном городе в отличие от вот современных навороченных подвесок эти можно будет перебрать починить в любом гараже как и подвески тормозные механизмы здесь довольно простые спереди всего один тормозной диск плавающий двухпоршневая скоба но армированный тормозной шланг и самое главное двухканальный довольно современный abs который работает и спереди и сзади современно безопасно за эти деньги просто великолепный набор а вот приехал главный фанат баджаджа который больше всех ждал появление доминара 400 привет ну расскажи мне что ты думаешь про 400 доминар у тебя же двухсотка ты же знаешь они все во первых расскажи мне то на нее же второй год же до ездишь если не 3 2 полтора сезона полтора сезона чуть я сломалась на ней и сколько ты на ней проехал ничего не сломал ничего не сломалась 14000 еще еще даже не слетел с гарантии но как видите по гарантии он не ездит в отличие кстати от владельцев ктм дюк пожалуй единственное нарекание к облику тормозных механизмов это вот торчащий шланг слишком длинные слишком же длинный провод датчка bs уверен в каком-нибудь плотном лесу если вы зайдете в кустарник это можно все оторвать или зацепиться короче небезопасная история но на заводе щедрые чуваки работают лишние 10 сантиметров шланга нам подарили думает как-то можно укоротить мотоцикл выглядит довольно большим и взрослым сейчас я своим огромным ростом на него присяду и скажу вам что сидится на нем намного просторнее чем даже на 600 кубовый конь сибихи или на каком-нибудь бандите руль высокий широкий и в отличие от того же 390 дюка сидишь здесь намного дальше от переднего колеса из-за чего мотоцикл ощущается таким хорошим дорожником самое главное что в отличие от даже 600 кубовых японцев за рулем не просто не тесно еще и просторно и ощущается мотоцикл таким хорошим европейским и большим даже не знаю чем сравнить но тут очень классно и с большим ростом самое главное не тесно с рулем доминары очень интересно сидеть здесь не одна приборная панель а 2 маленькая расположенная на баке показывает нам лампу аккумулятора лампу перегрева чек-энжин датчика bs и датчик боковой подножки с дальним светом и конечно же вот эта безумная эмблема баджадж который не на каждой своей приборке обязательно подсвечивать синим цветом не понятно чем она нужна но индусам очень нравится помимо этого пульты с подсветкой пульты очень удобные такие же как на ктм и в сумерках безумно интересно все это выглядит и самое главное конечно полностью цифровая приборная панель на которой ленточный такой тахометр расчерчены до 13000 спидометр часики два дневных пробега общий пробег и указатель уровня топлива общем функционал непривычно большой для 4 сотки и полагаю хватит его всем но самое главное это конечно вот это обилие лампочек обилие мониторов а выглядит повторюсь все безумно интересно и здорово в продолжении истории про великолепный современный вид мотоцикла обратите внимание на оптику она здесь полностью светодиодная и важно то что не только ходовые огоньки диодные но еще и фары ближний дальний от вам сейчас заведу его и попробую поморгать правда с этой стороны но друзья мои посмотрите на этот свет и можно просто сжигать пешеходов на тротуаром одним этим лучом этого лучемета с фишками мотоцикла познакомились самое интересное впереди сейчас поедем прокатимся и посмотрим каков он в деле что друзья базаж доминат 400 новый мотоцикл который вот только-только появился на нашем рынке мы его сегодня весь уже облазили как видите уже темно поэтому далеко не поедем но попробуем газнуть и все-таки увидеть какой он значит сразу скажу что в селе безумно приятно безумно комфортно чуть-чуть наклонено вперед но такая хорошая дорожная посадка все на своих местах все привычно немножко раздражает блинкер который загорается на 6 тысячах оборотов это безумно рано и я бы каким-то образом его передвинул на попозже мотоцикл несмотря на то что национировал довольно динамичный конечно не ктм дюк но чувствую себя очень комфортно в трафике больше того в отличие от ктм а здесь более сбалансированный мотор в плане вибрации плане вибро нагруженности он не так вибриют плюс здесь руль на саленблоках поэтому на руле вибрации есть но они очень очень небольшие также небольшие вибрации на подножках и седле тормозов хватает но вот только что хватает не сказать что их много они есть но честно говоря на таком мотике уже хочется второй тормозной диск иметь или как минимум оппозитный супер четырехпоршневой более хватки при этом армированный тормозной шланг а б с обратной связи конечно не хватает за счет плавающего супер и тем не менее замедление очень комфортно сейчас попробуем газнуть выкрутим мотор первой отсечка у нас очень рано на 9000 а тахометр при этом расчерчен до 13 но ничего страшного подвески чересчур мягкие передняя вилка прям до конца прожимается 120 кг мой вес и для нее это предел то есть я ее даже руками могу прожать до конца поэтому первое что здесь нужно это конечно более жесткие пружины к заднему аморизатору проблем вопросов нет он довольно неплохо работает очень мягкий очень комфортный мотоцикл рама здесь такая же как и на двухсотом пульсаре другой маятник но за счет него управляемость стала намного лучше да не подрессоренная масса определенно возросли но ощущается мотоцикл совершенно иначе более каким-то собранным более взрослым более тяжелым и за рулем его вот когда они стоят рядом ты понимаешь что эти мотоцикл чрезвычайно похожи но вот по ощущениям они очень разные во первых конечно больше объем мотора больше тяги больше мощности больше скорости выше динамика но и управляемость также на порядок веселее вот подвеска правда вилка вот даже сейчас пробивает на совсем маленьких неровностях поэтому с этим придется что-то делать трекшн контроля здесь нет резина довольно дубовая поэтому на разгонах нужно быть очень внимательным задницу подтаскивает иногда особенно вот на разминке с открываться мы этого делать не будем динамика сами коробочка очень четкая очень приятный мотоцикл но мне его почему-то очень хочется переобуть светодиодный свет все нас видят все двигаются все расступаются пропуха на нем вообще довольно комфортно руль самая широкая точка между машин пролезает на ура ну что мотоцикл нас порадовал конечно до европейских аналогов ему еще есть куда расти но в целом уровень действительно довольно высокий можно ли его рассматривать как альтернативу вторичному рынку я думаю что да можно совершенно смело больше того за эти деньги вы вряд ли найдете такой пакет опции вроде абс а впрыска и полностью диодной оптики за рулем ярко аппарат действительно приятный никаких вычурных и кичливых моментов все очень гармонично и мне эта машина нравится отдельное спасибо компании из west motors за предоставленный на тест чудесный мотоцикл на этом все с вами был дмитрий федотов в порталу мой мод находите нас социальных сетях ставьте лайки комментируйте видео и самое главное не забывайте оставлять комментарии в нашем журнале до скорого